Диснеевский мультсериал Хорошо быть мультяшкой, сейчас я изящно приземлюсь на этот навес! Кратко освежим в памяти синопсис того, что видели мы, зрители. Действие сериала происходит в вымышленном пригороде Лос-Анджелеса из культовой полнометражки «Кто подставил кролика Роджера» — месте, где мультипликационные герои существуют бок о бок с живыми людьми. Рысь Чокнутый — некогда популярная мультзвезда, которого в начале пилотного эпизода увольняют со студии после низких рейтингов комедийного шоу с его участием. Я сделаю все, что ты захочешь! Я хочу, чтобы ты не испортил ковер, когда будешь выметаться отсюда! Пока! По случайному стечению обстоятельств, в день увольнения Чокнутый спасает от грабителя в парке самого Дональда Дака и после столь мужественного акта героизма отвечает согласием на предложение работать в полиции. Напарником Рысенка становится грузный и хмурый хомо сапиенс по имени Счастливчик Пикель и парочка на протяжении 20 с небольшим серий расследует преступления мультяшного городка. В какой-то момент нам показывают серию, в которой Пикеля переводят на работу в ФБР, а у Чокнутого появляется новая напарница Миранда Райт. Надеюсь, ты не об этом свидании говорила? Уже вместе с девушкой Рысь продолжает вскрывать криминальные язвы Мультауна на протяжении еще пачки серий, до момента, когда Счастливчик Пикель без каких-либо объяснений внезапно вновь занимает место напарника. Что? Да. Самым глазастым зрителям оставалось лишь задаваться вопросами. Почему внешний облик Чокнутого по ходу сериала заметно изменился? Почему в эпизодах с Мирандой Чокнутый, недотепа и мальчик для битья? А в сериях с Пикелем – эксцентричный, но толковый детектив вроде инспектора Клузо из «Розовой пантеры». Да и вообще, замена актера в игровых сериалах – нормальное дело. Но к чему было менять полюбившегося многим Счастливчика на девушку в мультике? Следите за руками. Кто подставил «Кролика Роджера» был одним из самых дорогих фильмов своего времени с бюджетом аж в 70 миллионов долларов. Но окупил даже его, собрав 150. Тогда сценаристам и продюсерам Дисней пришло в голову развить заложенную в киноленте идею о взаимодействии людей и мультяшек уже в формате сериала. Очень долго ходили слухи о том, что «Кролик Роджер» и должен был стать главным героем нового мульта. Но из-за проблем с правами и терок со Спилбергом его якобы заменили на рысь. Однако один из сценаристов Чокнутого, Грег Вайсман, эти слухи опроверг. Да, в основе сериала лежали идеи фильма. И все же Чокнутый с самого начала задумывался как самостоятельный продукт с новыми героями под черновым названием «Мульткоп». Концепцию утвердили, придумали главному герою-напарницу-блондинку, чей внешний вид подозрительно напоминал повзрослевшую принцессу Каллу из Мишек Гамми, и работа закипела. Еще на этапе препродакшена босс Дисней Майкл Айснер приобретает права на известного персонажа бельгийских комиксов «Марсупелами» вымышленного пятнистого зверька. Впоследствии в 2012 году про него даже выйдет полнометражный фильм. Права куплены, значит, надо снимать мультсериал, не пропадать же ценному активу. Вот только боссам компании казалось, что потенциала «Марсупелами» не хватит на полноценное шоу. Серии про него решили делать короткими и показывать в блоках с другими мультфильмами. Так, в 1992 году в эфире появился «Натуральная мультяшность» — один из двух мультсериалов из линейки Disney Afternoon, который никогда не показывали в России. Правда, хватило его всего на 12 серий. Почему мы вообще вспоминаем об этом краткосрочном проекте в контексте «Чокнутого»? Каждый эпизод мультяшности состоял из трех несвязанных между собой блоков. Один из блоков, как мы уже выяснили, занимал «Марсупелами». Вторым шел сегмент, пародирующий популярные телешоу. Чем же занять еще одно место? Возможно, на летучке Walt Disney Television Animation состоялся вот такой разговор. Так, нам нужен третий короткий мультфильм. Есть идеи? Есть одна. Помните у нас в разработке мультфильм про рысь полицейского? Ну да. Он же бывшая кинозвезда по сюжету? Ну да. Но мультиков, благодаря которым он стал звездой, никто не видел. В начале сериала он уже коп, а персонаж новый. К чему вы клоните? Третьим блоком «Натуральной мультяшности» сделаем короткометражки с участием Чокнутого. С идейной точки зрения было бы круче выпустить сперва мультсериал о Чокнутом полицейском, а потом, в случае успеха, короткометражки из его актерского прошлого. Но получилось, как получилось. 12 маленьких серий с участием Чокнутого заняли свое место рядом с экзотическим бельгийским зверем. В коротких комичных эпизодах рысенок предстает в образе недотепа-курьера, безнадежно влюбленного в прекрасную девушку-олененка по имени Олененок. И с сайдкиком в виде нервного пса по имени Нервный. Нервный! Что? Хорошо, что мы с тобой встретились. Не вижу ничего хорошего! Натуральная мультяшность знакомит зрителя с персонажем. Филиппинские аниматоры вовсю полируют уже прописанные серии, а для специализированного журнала Disney Channel Magazine рисуют промо грядущей премьеры с девушкой на картинке в роли напарницы Чокнутого. Все как и задумывалось. Казалось бы, что может пойти не так? Когда в Disney увидели готовые серии, все запаниковали, вспоминает все тот же сценарист Грег Вайсман. Думаю, основная проблема заключалась в качестве анимации, но были неувязки и с режиссурой, озвучением и сценариями нескольких эпизодов. Отложенную машину Disney подвело вечное желание сэкономить. Не секрет, что крупные студии регулярно отдают анимацию своих проектов на аутсорс, чаще всего в азиатские страны. Для художников из манильской Toon City Animation Studios Чокнутый стал первым диснеевским проектом. Впоследствии студии продолжат сотрудничество и выпустят вместе несколько неплохих мультфильмов. Но первый блин вышел комом. Серии с Мирандой никуда не годились. Вместо заказанных 60 штук филиппинцы успели худо-бедно закончить 19. Шоу нужно было спасать, и руководство Disney решилось на отчаянный шаг. Заменило всю работавшую над Чокнутым команду, назначив ветерана индустрии Роберта Тейлора антикризисным менеджером проекта. Чокнутому придумали нового напарника в лице счастливчика Пикеля. Слегка изменили образ, добавили новых персонажей. Кролика Шалтая, Гудика, Живую Сирену, Рацию и кучу других второстепенных героев. Шалтай? Ворчун? Нервный? Что здесь происходит? Понятно, что за короткий промежуток времени достаточное количество серий с Пикелем сварганить было нельзя. Поэтому план придумали следующий. Сперва пустить в эфир столько эпизодов с его участием, сколько удастся сделать. А за это время довести до ума сырые серии с Мирандой и продолжить сериал уже ими. Каким-то образом объяснив детям смену напарника Чокнутого. Шалость удалась. 4 сентября 1993 года сдвоенная серия «Чокнутый появляется, чокнутый пропадает» о том, как Чокнутый становится полицейским поневоле и знакомится с счастливчиком Пикелем, появилась на телеэкранах. А за ней последовали еще 19. Важно отметить. В англоязычной статье о Чокнутом на Википедии вы прочитаете, что до серий с Пикелем на американском телевидении все-таки показали несколько, а именно 9, серий с Мирандой в качестве напарницы Лисенка. Это действительно так. Из выданного филиппинцами продукта выбрали девятку лучших эпизодов и пустили в эфир платного канала Disney Channel еще весной 93-го в качестве превью. Однако все показы мультсериала на других каналах, а тем более в других странах, начинались именно с блока о Пикеле. Россия не исключение. Еще не запутались? Тогда поговорим о самом любопытном. Как и планировалось, после того, как готовые серии с Пикелем закончились, в ход пошел отполированный и доведенный до ума блок эпизодов с Мирандой Райт. Но как объяснить юным зрителям внезапную замену одного из главных персонажей, не говоря уже о новом облике титульного героя? Ведь в ранних сериях «Чокнутый» действительно выглядел иначе. Слева направо — короткометражки из натуральной мультяшности, ранние эпизоды с Мирандой, эпизоды с Пикелем. Обратите внимание на уши, цвет, расположение и форму пятен, ноги, глаза и кончик хвоста. Соломку под внезапное преображение героя подстелили все в том же двойном открывающем эпизоде. Якобы чокнутый из короткометражек выглядит иначе, потому что снимается в кино в гриме. Гениально. Но почему Рысенок, не смывая тот же самый грим, на протяжении 20 серий с участием Миранды расследует преступление, нам объяснить не удосужились. Для замены напарника придумали специальный переходный эпизод «Нью Партнерс он де Блок». Счастливчик идет на повышение ФБР и по надуманным сценаристами причинам забирает с собой кролика-шалтая, гудика и рацию, которых в сериях с Мирандой не было. Надо сказать, что короткометражки из натуральной мультяшности тоже пустили в дело. Не пропадать же добру. Из них слепили 4 полноформатных эпизода и разбавляли этими филлерами основной поток серий. Шитый белыми нитками и притянутый за уши с кисточкой чокнутый, пожалуй, и правда, самый несуразный из диснеевских мультсериалов. Но казался ли он настолько нелепым в нашем детстве? Нет, приятель, нет! Ты рано радуешься! Твоя песенка спета! Вовсе нет. И все благодаря находчивости сценаристов Дисней. И, как ни странно, российской локализации. Конечно, в России 90-х распознать все заложенные создателями пасхалки и отсылки к иноязычным реалиям было невозможно. Тем более детям. Например, имя Миранды Райт не что иное, как игра слов. Ведь именно права Миранды Миранды Райтс обязаны зачитывать задержанным американские копы. Те самые вы имеете право хранить молчание и далее по тексту. При этом российские переводчики пытались, насколько это возможно, компенсировать шуточки на английском, выдумывая свои и максимально усиливая юмор переводимого текста даже там, где особого юмора авторами не предполагалось. Например, в серии со счастливчиком Пикелем присутствует дежурная шутка. Шеф полиции то и дело коверкает его фамилию, называя Пикулем соленым огурчиком. Даром, что фамилия счастливчика записывается и читается слегка иначе. Пиквал. В российском дубляже начальник то и дело называет своего подчиненного Пиквиком. Да, сэр. Патрульный счастливчик Пикель. Да, сэр. Теперь уже детектив Пиквик. Зрителям помладше такой выбор может показаться странным, но в 90-х Пиквик действительно был самым популярным на российском рынке чайным брендом, реклама которого по телевидению так сильно мозолила глаза, что локализаторы не удержались от ассоциации. Надо сказать, что этот ход рушил четвертую стену детского восприятия. Было очень необычно услышать в мультфильме название реального товара. Пиклик классик. Крепкий, как дружба. Горячий, как любовь. Огуречная тема в мультсериале скрывается еще и в имени жены счастливчика Дил Пикель, которая по-английски звучит точно так же, как словосочетание Дил Пикл, то есть маринованный огурчик с укропом. Еще несколько примеров локализованных шуток с учетом реалий, знакомых отечественному зрителю. В серии «Луна Тунс» упоминается вымышленный фильм «Терминатор Сейвс Крисмас», который с легкой руки наших переводчиков превратился в «Терминатора против электроника». А в конце эпизода «Уитлос фор де Просекьюшн» в ответ на предложение чокнутого поиграть в хоккей, Миранда цитирует легендарного советского комментатора Николая Озерова «Такой хоккей нам не нужен». Надо ли говорить, что в оригинале забавное, помимо любви к пиквику переводчики выдают в себе поклонников Макдональдса. В переводе песни из заставки локализаторам тоже удалось забавно выкрутиться. Дело в том, что в самом конце интро исполнители оригинальной версии несколько раз повторяют слово «бонкерс». Очевидно, что имя чокнутый в заданный размер не ложилось, поэтому вместо «бонкерс» заслуженный артист Российской Федерации Александр Покитченко пропевает созвучная «Гонка». К слову, было сложно поверить в то, что известный прежде всего прекрасным исполнением романсов Покитченко пел столь залихватскую современную композицию. Но Александр подтвердил, что действительно записал песню для заставки на студии «Пифагор». Немного об адаптации имен героев. Чокнутый и нервный это практически прямой перевод слов «бонкерс» и «джитерс». Тут все, как и должно быть. Интереснее обстоит дело с Шалтаем, каскадером и дублером, чокнутого в бытность того кинозвездой. В оригинале Шалтая зовут «Fall Apart Rabbit», распадающийся на части кролик. И это буквальное описание персонажа, который то и дело теряет конечности и прочие части своего организма. Откуда же взялся Шалтай? Элементарно. Вы же помните, что Шалтая-Болтая из английского стихотворения в переводе Маршака не могли собрать ни королевская конница, ни королевская рать. Вот и переводчики выстроили ассоциативный ряд. Гениально. Голосами персонажей Чокнутого в США говорил по-настоящему звездный каст актеров. Судите сами. И Чокнутого, и счастливчика Пикеля озвучивал знаменитый Джим Каммингс, подаривший детям в англоговорящих странах «Черного плаща», «Тигру», «Рокфора» и еще уйму персонажей. Роль возлюбленной Чокнутого олененка досталась самой Нэнси Картрайт, бессменному голосу Барта Симпсона и Чаки из шоу «Ох уж эти детки». А образ сержанта Грейтинга исполнил Рон Хеллбой Перлман. В русской озвучке тоже сплошь метры. Отметим хотя бы одного. За счастливчика говорил популярный актер Дмитрий Назаров. Кажется, они со своим героем даже чем-то похожи внешне. Концепция сериала «Приключения в городе звезд анимации» подразумевала камео различных персонажей, как это было все в том же «Кролике Роджере». И да, в Чокнутом собрался весь свет диснеевской мульт-вселенной. Тут и уже упомянутые «Черный плащ» и «Марсупелами», и «Гуффи», и «Слоненок Дамбо» сам Чокнутый в одном из эпизодов переодевался в костюм Питера Пена, а «Безумный шляпник» и «Мартовский заяц» и вовсе мелькают в сериях на постоянке. Многим запомнился эпизод «Просто кино» о похищении Микки Мауса, в котором сам Микки появляется лишь в качестве силуэта, зато на протяжении всего сюжета действует переодетый в него злодей и, надо признать, выглядит довольно жутко. Забавно, что в оригинальной озвучке эпизода не упоминается даже имя священного маскота Диснея. В дубляже на «Русский» на это наплевали и вовсю называют мышонка по имени. На Super Nintendo и Sega Genesis вышло две совершенно разных игры от двух разных студий, но с одинаковым названием «Бонкерс». Ровно то же самое произошло, к примеру, с «Аладдином». Версию для консолей Nintendo разрабатывала Capcom, и это классический платформер. Релиз для Sega предлагал чуть больше разнообразия в плане геймплея. Третий тайтл «Бонкерс Ваксап», в котором друзей Чокнутого превратили в восковые фигуры, вышел на сеговской портативке Game Gear, а в Бразилии еще и на Sega Master System аж в 1998-м, через три года после того, как сериал сняли с эфира. Прочего мерча по шоу продавалось не так много. Можно разве что выделить игрушечный набор для снятия отпечатков пальцев с мордочкой и рысенка на этикетке, сомнительного качества игрушки из Burger King и несколько детских книжек. При этом единственной дошедшей до России побочной продукции с изображением Чокнутого пожалуй, были сотки, фишки-кэпсы, называйте, как вам привычнее, фан-кэпс. При подготовке этого материала оказалось, что серий Чокнутого в оригинале в интернете не найти. Их не то, что легально нельзя посмотреть, не получится даже спиратить в исследовательских целях при очень большом желании. Единственный выход иметь аккаунт Disney+, причем исключительно американский. В Европе Чокнутый недоступен. Нас выручил пользователь Твиттера с ником Би Бардачев, за что ему огромное спасибо. Как ни крути, отсутствие мультсериала в интернете прямо говорит о его недостаточной популярности. Проблемы на стадии производства не могли не сказаться на качестве продукта и, следовательно, зрительской любви. Да и концепция «люди живут бок о бок с мультяшками», в отличие от «кто подставил кролика Роджера», работала не так выигрышно по простой причине. Люди в Чокнутом такие же нарисованные мультяшки, как и окружающие их антропоморфные звери. Дошло до того, что Чокнутого откровенно и довольно зло высмеивали конкуренты в лице сценаристов азарных анимашек. В эпизоде «Слэппи гоуз волнатс» белка Слэппи отнимает у своего гиперактивного племянника сладости со словами «Неудивительно, что тебе нравится шоу про Чокнутого». «Эта мерзость разрушает мозги». «Что ты ищешь?» «Хочу сделать тебе полезную для мозга еду». А в сериале «Дедусис Уайлд» уже троица Уорнеров, примерив образы детективов, зачитывает список объектов, которые им будет очень сложно отыскать. И, среди прочих, называет смешной эпизод «Чокнутого». «Везелый гробовщик». «Фруктовый кельс». «Смешной эпизод из «Чокнутого».» Удивительно, но даже в русском дубляже шутку сохранили. И все же мы уверены, что «Чокнутый» не заслуживает ни насмешек, ни забвения. Калейдоскоп из забавных гэгов, шутки над поп-культурой, криминальные расследования — очень неплохой набор, который пришелся бы по душе любому шестилетнему пацану. Не забыли о «Чокнутом» героя появилась в одном из эпизодов их сериала. В нем он — полицейский уже в вымышленном городе Сен-Канар, а значит, действует на одном поле с черным плащом. Понятно, что полноценного перезапуска самого «Чокнутого» нам никогда не видать. Но, положа руку на сердце, он и не нужен. Пускай шоу о непутевом постовом, как обозвали Рысенка в русскоязычной заставке, остается артефактом эпохи, примером того, что выход можно найти из любого творческого кризиса, даже если весь мир с петель соскочат вдруг.